Почему я говорю о точке роста? Потому что сталкиваюсь с тем, что большинство людей проживает свою жизнь в неком ощущении, что жизнь будет меняться сама по себе. И это действительно так происходит. Мы сейчас с вами живем в такое время, в котором это очень сильно заметно. То есть мы видим, что вне зависимости от того, делаем мы что-либо или нет, мир вокруг нас постоянно меняется и вынуждает меняться нас. И здесь очень важный момент. Мы меняемся не из своих желаний, ну многие из нас, давайте не все, меняемся не исходя из своих желаний, а исходя из вынужденности. Например, один из таких факторов, который мы можем точно сказать повлиял на всех, это ковид. Он заставил нас всех буквально совершенно по-другому посмотреть на жизнь и действительно внес коррективы как осознанных, так и неосознанных людей. Только. Люди, которые были неосознанными, сразу же давайте сделаем ремарку, кто такие эти странные люди, осознанные и неосознанные. Осознанные люди, это люди, которые задают вопросы, думают, размышляют, спрашивают, почему? Почему я так должен делать? Почему я так думаю? Почему так говорят? Неосознанный это человек следующий принципу, думай, точнее делай то, что тебе говорят. Не надо думать, просто делай. Кстати, поставьте, пожалуйста, единички, кто себя относит к осознанным, а двоечки, кто понимает, что он еще не особо осознанный. Только давайте честно. В общем, так вот, как раз люди осознанные, когда происходит вмешательство мира, в котором ты не можешь никак не реагировать, неважно, что-то начинается, в нашем случае ковид, осознанный человек начинает искать решение. Так задает на себе вопрос, что я должен сделать для того, чтобы сейчас из этой ситуации выжить по максимуму. Окей, эта ситуация уже произошла, уже все, мне нужно действовать. Я не могу сидеть и делать вид, что ничего не происходит, типа все окей. Второй вид людей неосознанных, это люди, которые впадают в панику и говорят, ну все, пипец, жизнь пропала, денег теперь никто не заплатит, работы теперь нет, все теперь ужасно, мы все заболеем, все умрем прямо сейчас, а может быть даже вчера. Вот в этом кардинальное отличие одной группы от других. Но, как я уже сказала, большинством людей мир действительно управляет. То есть человек реагирует по принципу того, что с ним что-то происходит. Меня уволили, бля, капец. Меня бросили, ой, ужас. Ой, у меня там что-то случилось, ну что же я могу поделать. Мне не разрешают куда-то там идти, мне что-то не продали, у меня не покупают, у меня плохой клиент. Блин, я такой вообще лошара неудачный. Это история про как раз неосознанного человека. И таких людей, давайте сразу же вам скажу, чтобы им стало легче житься, 90% населения Земли. 10% населения Земли, они вообще им плевать, что там происходит. Ну, за исключением каких-то вещей, на которые, как я уже говорила, нельзя не обращать внимания. И то, это, знаете, когда дайте мне лимон, я сделаю из него лимонад. Человек с мозгами, человек, умеющий думать, всегда в любой ситуации находит выход. Даже если в первый момент он говорит, блядь, опять, после этого он выдыхает и говорит, окей, хорошо, и это прошли, и то пройдем, погнали дальше. Такие люди, осознанные люди, это люди, которые сами определяют, как будет разворачиваться их жизнь. То есть, это люди, которые сами решают, чего они хотят. Это люди, которые живут не по принципу со мной случается, а по принципу я сам сейчас всех и вся случу. Я сейчас сам это сделаю. И вот удивительно является то, что если для первых 10%, точнее, для вторых 10% осознанных людей точка роста является абсолютной, естественной частью жизни, то есть ты живешь по принципу того, что постоянно закидываешь себе, знаете, как альпинисты. Они забросили, подтянулись, забросили, подтянулись, забросили, подтянулись. То остальные 90% людей, для них точки роста нету никакой. Они просто смотрят на тех, кто лазит по скалам и говорят, дебилы, я лучше буду тут лежать, дебилы. Но с ними происходит потом самая классная вещь, потому что, когда скала обрывается, их прям убивают прям внизу. Даже не попробовал, знаете, даже вот обидно. То есть история про точки роста касается только тех людей, которые хотят к чему-то двигаться. У всех остальных им точки роста не нужны. Каждый раз, когда ко мне обращаются люди, например, и говорят, я хочу вырасти, помогите, расскажите, и я начинаю с ними проводить какую-то сессию, беседу, неважно что, человек мне в ответ, как будто бы, знаете, вот если вы смотрели фильм «Король и Ричард», вы его, кстати, смотрели, очень классный фильм, рекомендую всем посмотреть. Так вот, эти люди, они как будто бы, знаете, все время отбиваются, да, как в теннисе, все время отбивают. Ты говоришь, например, ну вот же, у тебя есть классный талант, давай развивай его. Человек говорит, нет, у меня не получается. Ты говоришь, ну подожди, ну попробуй. Он говорит, у меня нету на это времени, ты говоришь, ну давай. Он говорит, ты не так со мной разговариваешь. И у него всегда есть миллиард каких-то действий, которые говорят, что нет, нет, нет. Позамечайте, пожалуйста, приветики, позамечайте, пожалуйста, в себе, а когда у вас это просыпается. Потому что даже если вы очень классный осознанный человек, вы увидите, что у вас это тоже просыпается. Когда вы начинаете все время говорить, почему нет. Вот у вас есть сто причин, почему вы не будете этого делать. Хотя внутри вы понимаете, что это делать надо. Но у вас есть сто пятьдесят причин. А потом еще у некоторых людей, пока вы это не перерастете, внутренне, я вспомнила себя, появляется такой маленький, знаете, маленький капризный ребенок внутри тебя, который еще хочет при всем при этом плакать и топать ножками. И ты ничего в этот момент не можешь с тобой поделать. Ты топаешь ножками, плачешь и говоришь, потому, потому, все, отстаньте от меня. С этим можно, нужно работать, это лечится. Но лечить это вы можете только сами через свою голову. Поэтому тут ситуация такая. Если вы относитесь к девяносто процентам людей, которым никакие нахрен точки роста не нужны, ну, можете выключить звук, посмотреть на выводы мауса или что-нибудь еще поделать. Если вы все-таки относите себя к осознанным людям или хотя бы к тем, кто становится на этот путь, то мы с вами по пути, и будем сейчас это разбирать. Давайте вообще подумаем, ну, что такое эти точки роста. Ну, скажем так, я называю точки роста некое развитие. То есть, когда я, оглядываясь назад, понимаю, что я не просто провтыкала месяц, год или десять, а я понимаю, что я что-то пробую, делаю и развиваюсь. Как я это ощущаю? Я это ощущаю в контексте своего собственного самоощущения. Я могу сказать, боже, глядя на какого-то человека, я же еще совсем недавно думала так же. Я еще недавно тоже так мыла. Я еще недавно тоже так боялась. Я еще недавно, то есть, вот вы понимаете, вы видите разницу, да? Вы видите разницу. Это как бы первый момент. Второй момент. Что еще вы можете такого, как вы еще можете наблюдать, что эти точки роста происходят? Конечно же, в деньгах. Конечно же, в деньгах. Вы понимаете, что вы стали зарабатывать по-другому. Что самое интересное? Не всегда точка роста – это больше денег. То есть, вы должны понимать, что не бывает в жизни такого пути, когда мы встали на тропинку и пошли такие классно вверх. Все. У нас теперь все клево. Нет. Мы можем с вами идти вот так вот. Знаете, почему? То есть, у нас, может быть, денег стало больше, потом стало меньше, потом вообще их не стало, потом стало опять сильно больше. Потому что человек, который ищет точки роста – это исследователь. Он ищет. А когда вы ищете, вы можете находить разное. Это не означает, что вы, если ищете, то вы находите все самое топовое. Нет. И порой ситуация безденежья дает вам больше в результате, чем то, когда вы начинаете зарабатывать. Потому что именно тогда вы получаете самый охуитительный опыт. Именно тогда вы получаете энергию. Именно тогда вы получаете такой тотем, который делает вас непробиваемым. То есть, вы понимаете, что пройдя это, вы стали сильно сильнее. Вы даже благодарите за этот опыт. Вы говорите, как круто, что он был. Это как, знаете, проиграть на каких-то суперкрутых соревнованиях для спортсмена. То есть, он уже это получил. Он так сильно этого боялся. У него все трусилось. Он это уже получил. И на следующие соревнования он выходит, понимая, что это уже с ним было. Это уже для него не так страшно. То есть, он уже готов идти дальше. Поэтому ты настраиваешься на эту волну и как бы дальше пробиваешься и дальше идешь. Вот. Тут важно, да, я в вашем комментарии. Тут важно понимать, что это не значит, что вам нужно радоваться безденежья. Нет. Безденежье, условно говоря, скажем так, падение финансов, это нормальная часть пути, если вы двигаетесь быстро. Если вы находитесь в глубокой капитальной жопе финансовой, это означает, что вы явно куда-то не туда идете. И с вами происходит что-то не то. Это в данном случае не точка роста. Но если вы находитесь в активном поиске и вы переживаете, что в этом месяце было так, а в этом так, а тут так, это нормально. Важно при этом не заиграться. И важно при этом все время анализировать. Все время задавать себе вопросы. Почему это произошло? Что этому поспособствовало? Какой урок я из этого извлек? Что я буду делать дальше? Самое тупое, что делают девушки, я не знаю, как мужчины, девушки так точно делают, они закрывают глаза и начинают бежать с надеждой, что само как-то все рассосется. Нет. Уже сегодня это не очень работает. Важно думать и задавать вопросы. Причем не только вопросы уровня действий, а вопросы уровня мыслей. Потому что ваши мысли будут определять ваши действия. И тогда, когда вы в себе не уверены, тогда, когда вы не хотите в чем-либо разобраться, тогда, когда у вас в голове бардак, ваши действия будут такие же хаотичные. Поэтому это очень и очень такой важный момент, с которым вы должны обязательно договориться, с которым вы должны понять. Итак, мы уже с вами выяснили, что точки роста – это когда мы точно понимаем, что наша жизнь двигается. Второе – мы понимаем, что у нас меняется наша финансовая история. У нас могут меняться наши друзья и наше окружение, безусловно. Потому что, когда мы начинаем меняться, мы переходим на разные потоки. И люди, с которыми нам интересно, тоже будут меняться. Если вам всегда интересно со своими школьными друзьями, то с вами большая проблема. Если это не команда Зеленского, да, то есть, которые вместе с ним там развиваются и из клоунов перешли в правительство. В принципе, те же клоуны. Не сильно это поменялось. Так, я выпью. Значит, на всякий случай, это Пекси. Если кто-то не знает, просто пить Пекси можно тоже в красивом бокале. Итак, погнали дальше. Если вы хотите прожить яркую легендарную жизнь, а если вы вообще живете, то спросите себя ради чего. Нет другого смысла, кроме как прожить яркую легендарную жизнь и кайфануть, получить ряд каких-то трансформаций, потому что вы все равно умрете. Так вот, если вы хотите ее прожить, важно понимать, что яркая жизнь – это когда вы развиваетесь, когда с вами что-то происходит. Это очень важно. Есть люди, которые проживают яркую легендарную жизнь очень феерично, да, это рок-звезды, там, мы не говорим о такой феерической истории с наркотиками, самоубийствами. Слишком феерично для меня. Вот, ну, если кому-то нравится – welcome. Я все-таки за такую фееричность в рамках допустимого для себя, у каждого свои рамки. Для меня рамки допустимого – это, в принципе, классно, пробовать, находить, ставить какие-то себе большие цели, пробовать оставить след в истории, сделать что-нибудь яркое, феноменальное, точно не сидеть в четырех стенах и не ныть, какая тяжелая жизнь. Вот это точно не про меня. И если вы этого хотите, то точки роста вам необходимы. У каждого есть своя точка роста, мало того, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь, эта точка роста будет для вас разным. Смотрите, например, вы сейчас студент, и ваша точка роста будет сейчас просто найти себе работу и свалить от родителей. Вот просто иметь возможность, кайф, находиться в своей квартире съемной, маленькой, большой, не суть важна. Просто это будет твоя точка роста. Ты ушел от родителей, и не важно, какая у тебя квартира, в каком она районе, ты просто свалил от родителей. Это первая точка роста. Если вы сегодня работаете на работе и зарабатываете 500 долларов или 1000, ваша точка роста будет хотя бы плюс 50%. Это ваша точка роста. То есть рост есть не только в финансовой стороне, он есть в разной. Он есть, например, точка роста, когда ты зависишь от партнера, который находится рядом с тобой, я не знаю, там, морально. Если он тебе не сказал, голубка, то ты все уже там вешаешься, но он сегодня не сказал, что он меня любит. И твоя точка роста просто перестань быть от этого зависимой и быть счастливой вне зависимости от того, что он тебе говорит. Это тоже есть точка роста. Поэтому важно все время, самым ключевым является ставить для себя некие новые ступени. Заметьте, у спортсменов, если вы этого не знали, у них есть все время какие-то первенства. Сначала они выступают в каких-то первенствах в своих турнирах, в своих районах, в городах. Потом они начинают ездить на какие-то все, как это называется, у нас все украинские, короче, на чемпионаты страны. Вот, вспомнила. Потом это начинаются чемпионаты мира и так далее. Наша задача расширять горизонты. Для спортсмена это делается специально для того, чтобы он все время метил выше. Потому что быть лучшим в своем клубе, быть лучшим даже в своем городе, это сильно мало. То же самое и человек. Если вы ставите себе какие-то точки роста, например, я хочу выучить новый язык, я хочу купить себе новую квартиру, я хочу лучше выглядеть, я хочу куда-то поехать. Это ваши точки роста. В чем тут есть момент и нюанс? Момент является в том, что точка роста является точкой роста при условии, что вам это по-настоящему нужно. Что это не высосано из пальца, не взято из дневника подружки, чтобы мне тоже это было. Финансовая сумма сама по себе, как правило, не очень является точкой роста. Она не стимулирует на точку роста. Есть некоторые законы денег, о которых я сегодня хочу обмолвить. Например, один из законов денег гласит, что сами по себе деньги являются бумажкой. Если вам интересно, поставьте, пожалуйста, сердечки. Сами по себе деньги являются бумагой. Это бумага, которая никакой энергии не обладает, кроме тепловой, когда мы ее с вами сжигаем. Так, я не вижу сердечек, я не буду расставить высоты. Спасибо. Видите, я у вас тоже немножко это... Мне же нужна же поддержка ваша, как вы думали. Вот посидите часик, поведите перед камерой. Итак, энергии обладают то, о чем мы думаем. Например, когда я вам говорю, подумайте о бумаге. Вы такие, типа, Оль, ты че? Спасибо большое. Вы думаете, ой, ты че, Оль, там, типа, не то выпила в стакане? А когда я вам говорю, представьте, что вы едете на Мальдивские острова. У вас частный борт, самолет, который привозит вас в аэропорт в Мале. Вас встречают с какими-то безумными местными цветочками офигенскими. Дают вам прохладный лимонад. Сажают вас в автомобиль, который перевозит вас в следующий аэропорт, очень рядышком, 3 минуты. И сажают вас на замечательный водный самолет, который сильно трактит. Так, дррррр. Но вы летите над Мальдивскими островами. И там, когда вы прилетаете, вас встречает большая лодка, которая везет вас на ваш собственный мини-остров, на котором находится водорвилла. Вот, и там дельфинчики прыгают. Короче, у вас начинают происходить эмоции. Эмоции – это то, что обладает энергией. Запомните. Денег желать не надо, потому что деньги не вызывают у вас энергию. А вот то, для чего вам эти деньги нужны, обязательно. Потому что именно они вот эту картинку у вас включают, и у вас начинают зажигаться такие энергетические фонарики. Если бы у нас сейчас были специальные приборы, мы бы с вами могли этот день провести, и вы бы увидели. И вот в эти фонарики все на вас зажигаются. Это ваша энергия, которую вы начинаете излучать и притягивать в свою жизнь энергию, точнее ситуации, обстоятельства с подобной энергией, которые помогают вам получать желаемое. Получить возможность и деньги в том числе, которые вы сможете использовать ради того, что вас зажигает. Кстати, еще одно финансовое такое правило, скажу вам, и все, больше не буду на эту тему говорить сегодня. Если вы о чем-то мечтаете и просите на это деньги, или просите, чтобы у вас это было, вы там увидели платье и почти уписались возле витрины, и говорите, вот очень его хочу, и к вам вдруг неожиданно пришли эти деньги. Вы получаете деньги и говорите, нет, я это платье не куплю, мне жалко, я лучше эти деньги потрачу на что-то другое. Закон энергии гласит, что, во-первых, эти деньги куда-нибудь у вас уйдут, как-то что-то произойдет, когда они вам понадобятся, и вы нарушите главный, один из главных законов, да, то есть очень важно, на что прошу, на то и трачу. Это важно, вы попросили, ваша энергия зажглась именно на вот это, и это притянуло, и вы такие взяли, типа, и забрали, и забрали. Это обман, это как у вас изо рта вытащили конфетку, понимаете? Вы просто там целый день мечтали про эту конфету, у вас ее взяли, достали и говорят, ну, типа, ничего страшного, помечтаешь еще. Ой, спасибо большое, мне так приятненько, что вы пишете мне такие хорошие вещи. Вот, ставьте мне сердечки и пишите мне побольше комментариев, я буду чаще проводить эфир, мне будет стыдно этого не делать, я буду думать, люди же ждут, Оля, люди ждут. Так вот, наши точки роста у каждого есть свои. Истина, истина, что нам важно понять, наша ли это точка роста или нет, это наша готовность ради этой точки роста что-либо делать. Я не зря вчера писала пост и сказала о том, что для того, чтобы мы могли достигать нашу цель, осуществлять мечту, нам прежде всего необходимо четко понимать, чего мы хотим. Второе, нам важно очень сильно верить в это. Вера – это, как и любовь, глагол. Слышите меня? Это глагол. Верить – это не значит сидеть, ковыряться в носу, о, Господи, и верить. Нет. Верить – это значит действовать, это значит идти к своей цели, несмотря ни на что. Когда меня все останавливают, когда все говорят, у тебя не получится, когда люди не верят, не обращают на тебя внимания, делают вид, что тебя нету, ты продолжаешь верить, это действовать, да, и делать для этого то, что ты можешь. И как раз третий пункт – это действие. Ты не можешь сидеть и медитировать в голове, что ты выиграешь Уинбилдом, если ты не взял ракетку в руки и не тренируешься. Запомните, то, чему я обучаю в ментальной силе – это как наш помощник, но это не волшебник, который сделает все за вас. Понимаете? Действовать нам необходимо. Действие – это то, что меняет человека. Понимаете? Не зря физические упражнения меняют наше тело, и не только тело, потому что для того, чтобы ваше тело стало красивым, вам необходима дисциплина, концентрация, регулярность, вам необходимо совершать физические действия. То же самое и когда вы идете к своей цели. Цель ведь, фишка не в том, чтобы получить желаемое, а фишка в том, насколько вы изменитесь и насколько вы меняетесь в процессе достижения. Насколько меняется ваш характер, насколько меняются ваши подходы, какие новые навыки вы приобретаете, насколько вы становитесь мягче, жестче, вы же меняетесь. Вот часто я слышу от людей, которые долгое время за мной следят, Оля, ты так поменялась, но это естественно. Вопрос – как поменялась? Я бы поменялась так или иначе? Когда внешне ты встречаешься с одноклассниками, и внешне тебя человек видит и говорит – вау, как ты изменилась! Всегда стрёмно с одноклассниками, что ты имеешь в виду. Но мы же должны пониматься, что вне зависимости от того, ухаживаю я за собой или нет, хожу ли я занимаюсь спортом, что бы я с тобой ни делала, встреча с одноклассниками через 20 лет всегда вызовет эффект – как ты поменялась? Другой вопрос – как я поменялась? Я поменялась и стала охуенненькая в своем возрасте, или я поменялась и стала пипец какая? Лучше бы не приходила на встречу одноклассников, да? То есть вопрос в этом. Вы должны понять, вот вернемся с того, с чего мы начинали. Мир меняется постоянно. С вашим желанием или без вашего желания, будете вы что-то делать или не будете, он меняется, но вы либо как, я не знаю, там, наушники, которые бы я сейчас забросила сюда, и вы болтаетесь в стакане, либо вы та рука, которая держит этот стакан. Понимаете, разница какая? Вот как раз разница между осознанными и неосознанными людьми. Люди, которые нифига не соображают, они в этом стакане бультыхаются и говорят, «Ну что я могу поделать? Ну меня же бросили в стакан, ну я же живу в таком мире вот». А другие берут стакан в руки и сами определяют, чего я хочу, как я хочу выглядеть. Вот сейчас частые истории, да, про возраст. Ой, сколько лет! Вчера замечательные люди написали, значит, комментарии в адрес моего супруга. «Ваш же муж гораздо старше, не боитесь, что он умрет там, да, раньше?» Ну, про уровень, как бы, пиздеца такого человека мы не обсуждаем, но вопрос про старше стал очень неуместен. Например, мне там через следующем году, господи, это противно звучит, в следующем году мне 40 лет. Мне 40 лет будет. Пока это не умещается в моей голове. Но я дам форы по огромному количеству пунктов 20-летним девочкам. Да, возможно, у меня уже не такая молодая кожа, скорее всего. Но поверьте, про мозги я молчу, это как бы такая история тоже следующая. Но во внешних параметрах, в силе я дам форы, потому что это вопрос не возраста. Я знаю огромное количество молодых девочек, которые просто дохлые, они уже сдохли. Неважно, вкачали они в себя что-то, не вкачали, они уже сдохли. То же самое про мужчин. Да, Сергею будет в следующем году 60. 60! Но посмотрите на него, он каждый день хуярит в тренажерном зале. Он каждый день держит себя в потрясающей форме. И вопрос не только про физические вещи, вопрос про энергию, которая есть в человеке. Поэтому возраст сегодня – это банальнейшие цифры, банальнейшие цифры. Вопрос в том, какой я хочу быть, каким я хочу быть, как я хочу думать, что я хочу делать, как я хочу выглядеть. Вы это определяете. Вы, а не возраст. Это раньше было принято, я так считала. Ну, после 30 уже можно и целлюлит, уже детей-то родила, уже все. Я считала, что по-другому нельзя. Я раньше считала, что все, что происходит, ну, как бы мы не властны над этим. Да ни хера. Мы властны сейчас над всем. Мы властны сейчас, понимаете, выглядеть так, как мы захотим. Мы властны сейчас в 20 лет выглядеть на 40, потому что мы, простите, перекачали, сука, свои губы, скулы, глаза. Мы выглядим как... Чудо-юдо, рыбакит! Не могу девочек в зале иногда, сука, отличить. На одно лицо. Так и хочется сказать, бабы, что творите? Что творите, сколько вам лет? Зачем вы это делаете, пугалы? Зачем? Вы же красивые, вы молодые, вы сочные. Зачем вы это делаете? Ну, неужели вам вот эти все соски не надоели? Ну, сколько можно? Я прям даже завожусь. Я как мать смотрю на детей все время, потому что я ими окружена. Они такие красивые, бля. Они такие красивые. И с веснушками, и с родинками, и с ушками, и с чем угодно. Они же офигенные. А мы все должны быть под одну кальфирочку. Нам, бля, обязательно нужно вот это вот, чтобы мы все были суперидеальники. Так идите качайте, пресс. Идите, идите качайте. Я сегодня была у станка. Господи, бары, это вообще отдельные. Это моя точка роста, понимаете? Бары, сука, быть балериной, это, конечно, просто... Это так тяжело. Но идите и качайте. Вот, спасибо. Бывает ли у меня когда-то депрессуха? Зачем? Зачем мне депрессуха? Это вообще... Это как вот вы бы спросили, я что-то когда-то мед. Я терпеть не могу мед, как и зеленый чай. И депрессуху тоже. Вот. Это просто не мой прием. Поэтому давайте вернемся. Вы должны осознавать простую вещь. Вы можете быть тем, кем вы захотите. И самая любимая моя часть, вы уже тот, кем вы хотите быть сейчас. И если вы сейчас раскрываете глаза и говорите, нет, я им не хочу быть, то у меня к вам вопрос, а что вы им тогда являетесь? Почему вы спите? Почему вы переложили ответственность за себя, за свою жизнь, на каких-то левых людей, и теперь говорите, что вся эта жизнь, она на самом деле с вами случилась? Вы ее не выбирали. А кто ее выбрал? Кто выбрал ваши валики на пузе? Кто? Я? Не, не выбирала. Кто выбрал дом, в котором вы живете, и вам что-то не нравится? Кто мужика вашего выбрал? Думаете, я? Я тоже не выбирала вам мужика. Кто выбрал ваших детей, которые вас не слушают? Я? Тоже вы. Кто выбрал то количество денег, которое вы зарабатываете, те шмотки, которые вы носите? Вы выбрали. Вы все выбираете сами. Страну, в которой живете. Все нахер сами выбираете. Чего вы сидите и ноете тогда? Понимаете? Вот, я всегда обижалась, что я в веснушках, когда обзывали меня. Понимаете, про что я говорю? Поэтому очень важно осознать и понять, что вы являетесь хозяевами своей жизни. И то, что вы не знаете правил жизни, потому что в школе вас не научили, ну, что я вам могу сказать? Теперь вы знаете меня. И теперь вам гораздо более стыдно и неудобно будет в очередной раз, находясь в какой-то яме, сказать, я не могу из нее вылезти. Но вы же меня знаете. Я же вам рассказываю, что делать. Я вам говорю, ребята, давайте, приходите на рерайтеры. Я вам все расскажу, положу в ротик. Вы пройдете десятилетнюю программу за месяц. Нет, так не бывает. Такая мне жизнь, мне сейчас некогда. Ну, о чем? О чем мы тогда говорим? Это как раз история про ракетку, о которой я говорила. Ты даешь решение, человек дает тебе 300 тысяч вариантов того, почему нет. Ну, хорошо. Но это же ваш выбор. По крайней мере, принимайте этот выбор на себя. Да, сегодня активный эфир. Я вам скажу честно, каждый раз, когда я включаю камеру и не имею ни малейшего понятия, какой это будет эфир. Спокойный, тихий, я буду в нем растудительная, ругаться матом, бросаться у вас бокалами или обнимать вас. Потому что я хочу делать это все сразу. Мне так вот повезло или не повезло, я не знаю, мне не все равно. Мне не все равно, что происходит с вами. Ну, раз уже вы меня смотрите, раз уже вы меня слушаете, мне не все равно. Я поэтому даже, знаете, вот с друзьями, мне очень сложно дружить с людьми, которые совершенно другие. Мне проще не смотреть на их самоубийство, по моему мнению. Я остаюсь в стороне и все. Я не хочу на это смотреть. Очень не хочу на это смотреть. Поэтому, еще раз, все находится в ваших руках. Все находится в ваших руках. И я вам хочу об этом всем сильно напомнить. Я в конце года прошлого сидела и думала, ёпси, ну как же так? Мне кажется, что я создала самый лучший рерайтер в мире, самый крутой марафон. Я столько в него всего вбахала. И я подумала, что мне сделать, чтобы сделать еще лучше? Как мне людей еще больше мотивировать? Ну, что же не так? Что же, почему люди так долго копаются, долго собираются? Приходят, потом говорят, боже, как вообще? Как это произошло? Оля, как ты это делаешь? А дойти так сложно. Я психанула, купила билеты в Дубай. Сказала, полетели в Дубай. Давай будем летать. У меня на этот год на самом деле много поездок запланировано. Давай я буду снимать уроки с разных уголков мира. Давай я буду как-то людей интересовать по-разному. Мне так сильно хочется, чтобы вы в себя поверили. Мне так сильно хочется, чтобы вы научились пользоваться своему мозгу, но он же у вас есть. Это ваш пульт управления от вашей реальностью. Ну, что же вы ноете? Почему? Мне очень больно смотреть, когда люди, которые смотрят меня огромное количество времени, ни разу не пришли на рерайтер и пишут, что у них полная жопа с деньгами. Потому что я точно понимаю, что жопа не закончится. Потому что пока вы мозг свой не включите, ничего не произойдет. Понимаете? И вы так и будете всю свою жизнь сидеть и ныть, вместо того, чтобы один раз взять и осознать, как это работает. Это просто, но это надо начать делать. Вот пока действие не включится, ничего не произойдет. А магия, она вот здесь. Самое простое, что мы можем сделать, даже проще, чем убрать пузо, это переключить свое сознание, понять, сука, как оно один раз работает. легко же работает, легко. Но нет, все со мной или соглашаются, да, очень-то понимаем, как мы работать над собой не будем, но понимаем, спасибо большое вам за эфиры, так замечательно, так хорошо, только сижу и сосу, потому что денег нет. Или вторая категория людей, которая имеет на все ответы. Вы как это, вы как та, вы не то делаете, вы не так выглядите, вы... Да мне как бы глубоко вообще все равно. Со мной я как-то сама разберусь. Мне хочется вас хотя бы как-то достать. По-разному. Хотя бы как-то достать. Иногда мне хочется еще раз говорю, пульнуть вас стаканом. Вам повезло, что вы там. Иногда мне хочется вас обнилать, иногда мне хочется вас придушить. Ну, хоть как-то вас, блядь, можно разбудить? Ну, что сделать надо? Нету жалко того дядьки, который пишет, покажи сиськи. Ну, такие... Как вас разбудить? Возвращаемся в точку роста, да, нашу. Нам очень важно себя раздрочить. Нам очень важно захотеть что-то поменять. У каждого точки роста идут от двух сторон. Первое, от удовольствия. Просто я хочу, чтобы в яйце было охуяненько. И второе, от боли. Когда я говорю, я говняная мать, потому что сидит мой ребенок, которому я ни черта не могу купить, который ходит в школу, которую он ненавидит, потому что там учители, учители, учителя совсем того, а я ничего не могу с этим поделать. Вам нужно найти, где ваша болевая точка, за что вы будете себя давить. я долгое время шла от боли, честно вам скажу. Я все время давила себе на больное, это очень тяжело. Я бы так делать не советовала, потому что ты от этого двигаешься, но в какой-то момент выбираешь, потому что очень сложно все время давить себе на боль. Поэтому я хочу вам все время показать, насколько мир прекрасен. Рерайтер жизни построен таким образом, что мы не пишем себе, почему мы ублюдище, а мы пишем себе, почему мы крутые, мы пишем себе книгу о том, чего мы желаем, о том, какой мы хотим видеть себя, свою жизнь, свои отношения. Мы открываем перед собой то, что мы глубоко спрятали, потому что нам больно об этом думать, потому что это как, знаете, подходить в зеркало и помнить, что ты была стройная, красивая, а сейчас выглядишь как жиротрез какой-то, залитый жиром, как будто бы кто-то взял шланг в твою кожу, влило это, и ты стоишь и думаешь, мать твою, как это со мной произошло, такого быть не может. Я очень хорошо помню, как я после первых родов набрала вес и стояла, смотрела на себя в зеркало и думала, ты вообще чем думала? У тебя еще мозг есть? Ты что с собой делала? Я очень болезненно это переносила, прям очень болезненно. Меня ничего не успокаивало до тех пор, пока я просто за три месяца не похудела. Я просто перестала жрать, просто вообще, то есть для меня это была невыносимая боль. Во вторую беременность, кто не знает, я просто не набрала вес. Я просто набрала пять килограмм и все. То есть я себе сказала, что просто можно не есть как беременная, а есть как Оля обычная. И все. И так тоже бывает. Я хочу, чтобы вы осознали, что что бы ни происходило с вами, вам необходимо не плыть, не быть наушниками в стаканник, а самостоятельно выбирать свою жизнь. Если вы не понимаете, как это делать, если вы не понимаете, как устроен ваш мозг, если вы не понимаете, как мы создаем свою реальность every day, welcome к тете Оле. Тетя Оля приглашает вас на марафон Рерайтера жизни, который стартует в следующий поток первого марта, а потом первого апреля. У нас сейчас стартовали продажи на следующий месяц и стоимость выглядит таким образом, что чем ближе дата, тем выше она становится. Сейчас у нас самая низкая цена. Приходите, если вам на самом деле на себя не наплевать, ну придите хоть разом, ну хоть глазком посмотрите, ну дайте себе шанс, ну обойдитесь в конце концов без худи один месяц новый или без трех бутербродов и четырех бутылок пепси. Ну в конце концов, меня всегда поражает, как мы самое ценное и самое важное откладываем где-то на потом. Знаете, какой самый популярный возраст людей, которые приходят на рерайтер? После сорока. После сорока, когда уже башкой окончательно мы стукнулись, уже понимаем, что что-то явно не то. Хочется сильно проснуться. И даже понятно, что натворили много. А есть такие, кто приходят в семнадцать. Представляете, какие счастливые люди. Когда ты в семнадцать приходишь и начинаешь разгребать еще то, чем пока ты не успел завалиться. Это же как, вы знаете, моим сейчас девчонкам десять и семь. Это, конечно, отдельный уровень разговоров, который у нас ведется, да, но это очень прикольно, как они уже думают, отслеживают, создают, в каких-то вопросах меня контролируют мое собственное мышление. И я думаю, какими же вырастут они, если у них изначально настолько правильный подход, если еще ничего не начиналось, а они уже такие. Любимые разговоры о том, когда я говорю, ёпсель, не получилось, они всегда говорят мне одна и вторая. Мам, так сколько ты раз сделала? Я говорю, уже третий. Мам, третий. Я вам триста раз кинула, пока у меня получилось. И что тут скажешь? Или Ева, которая говорит, а ты закрой глаза и представь вначале, как у тебя получилось. И не думай о том, что у тебя не получится, а сначала настройся на то, что получится, и тогда у тебя, мама, обязательно все получится. Дети всегда впитывают своих родителей. Они слышат, о чем я говорю вам. Они смотрят иногда мои эфиры. Я слышу построение всего того, что происходит вокруг. Я могу вам сказать, что это тоже мотивация. Понимание того, что ты влияешь на своих детей. Очень часто мне пишут в директ маму, Оля, подскажите, он лентяй, он ничего не хочет делать, она меня посылает, она меня ни во что не ставит. А я спрашиваю, что вы из себя представляете? Что вы из себя представляете? Но я хочу, чтобы у них было не так, как у меня. Тогда я тебе пример. Они всегда будут смотреть на вас. Вы понимаете это? Они всегда будут смотреть на вас. И всегда будут от этого отстраиваться. Ну, пусть это будет для вас мотивацией. Мотивация повсюду. Главное, чтобы вы ее находили. А теперь, на этой замечательной ноте. Во-первых, я вас всех приглашаю на рерайтер. Ссылочка есть у меня в профиле, в шапке профиля. Там есть всего одна столка кликабельная. Для тех, кто совсем не может найти, если в гугл написать рерайтер жизни или Ольга Ермилова, тоже можно найти. Можно написать мне в директ. А я вас попрошу, после окончания эфира, а это будет уже буквально сейчас, оставить комментарий. какой-то, который вы для себя сегодня извлекли и считаете ценным. Можно просто написать пару слов. Для меня это будет важно и приятно, потому что мне очень сильно, правда, на самом деле хочется, чтобы у вас все получилось, у каждого. И рано или поздно вы все все равно придете на рерайтер. Зачем ждать? Всем спасибо. Спасибо большое за этот чудесный комментарий. И жду вас на следующих эфирах. Спасибо.